Итак, дорогие мои возлюбленные, братья и сестры, дети Божьи, рожденные от Бога, с которыми Отец Небесный хочет иметь прекрасное общение. Сегодня у нас третья встреча. Как вы помните, на самой первой встрече нам очень важно было напитаться отцовой любовью. Мы как бы пропитывались на занятии этой любовью, чтобы еще более закрепили для себя, как важно именно принимать эту любовь Отца, что Он хочет нам дарить эту любовь. И причина в том, что мы не получаем ее, заключается в нас самих, потому что иногда мы смотрим на Бога как на Господа, а не как Отца. Он, во-первых, Отец, а уже потом Господь. И когда мы говорим о Господе, то мы должны думать об Отце прежде всего. Он наш Отец. И мы можем с вами каждый день напитываться Божьими благословениями. С самого утра обновляется милость. Милость приходит от Отца. И Он хочет в течение дня с нами быть в тех обстоятельствах, в которых мы должны прожить день. И Он очень сильно переживает за нас. А как мы будем себя вести? И действительно мы уже выросли до того уровня, что не будем бунтовать. Помните, мы вчера уже рассматривали другую сторону, которая нам также необходима в нашем хождении пред Господом. Это знания. Глубокие знания. Мы говорили с вами вчера об интующих, например, отраках. Это также практично. И мы с вами можем идти по пути взросления, но приходит момент риска. Когда у нас появляется желание оторваться от нашего Отца Небесного. Мы повзрослели, мы можем самостоятельно многое делать. И книга Ио, как мы говорили вчера, она учит нас все равно, невзирая на то, что мы растем, иметь общение с Небесным Отцом. И приходят такие дни. И был день, когда идет проверка. А точнее, не просто проверка, а это как бы приглашение Бога стать на новый уровень отношений. Что приходит момент, когда мы с вами повзрослели, и нам теперь нужно действительно заявить, что мы взрослые. Чтобы мы сами поняли, что мы повзрослели. И, как мы говорили, что с одной стороны на нас давят люди своими мнениями и представлениями. И это не только касается религиозной жизни, а вообще. И с другой стороны, невольно здесь приходит и сатана. И с двух сторон начинается давление. Извне давление от людей. А где-то на уровне мысли начинается давление, которое подсказывает, как нам нужно реагировать. И если у нас сердце непорочное, если в сердце у нас действительно Христос, то тогда вот эта давка приводит в большой пользы для нас. Выдавливается то, что там находится. Если же там наше Я, наша гордость, что-то другое, так оно и выдавится. А если там непорочность, о которой мы сегодня будем очень много говорить. Если вот там есть вот эта вот чистота, если там есть Христос, то тогда выдавливая идет прославление. Но мы говорим, что это не только касается на личном уровне. Или точнее, как мы говорили, на уровне имени. Потому что имя, оно нас связывает с Отцом. Это то единое, что объединяет нас и говорит о том, что в нас есть божественная часть. Хотя мы знаем, что еще одним свидетельством есть свидетельство Духа Святого, который живет в нас. Но мы также говорили о том, что как важно, чтобы это было и на уровне отношений друг с другом. Чтобы мы могли учиться единению. Чтобы мы могли вместе проходить в это время, когда с одной стороны идут человеческие учения, представления. А с другой стороны вот эти вот мистические вещи, которые нас могут разрушать. С одной стороны религиозные позиции, с другой стороны мистические позиции. И вот здесь опять, если мы немножечко как бы разбросаны, то нас сдавливая, нам дают хорошую службу, нас приближая друг к другу. Трудности настоящих детей Божьих они соединяют. Они соединяют. Если они были где-то распорошены, то в конце концов происходит вот это единение и встреча. Так, например, происходило в местах столь отдаленных, когда было время отвержения Бога в нашей стране. И верующие разной конфессии собирались в бараке за решеткой и делали вечерю Господнюю. Разных представителей разных церквей. И вот когда они там находились, они были в единстве. Они боролись друг за друга. Но в некоторых случаях, когда начиналось время свободы, то уже друг другу в гости не ходили. Каждый возле своей хаты. Точнее, возле своего, сосле своей общины. Поэтому книга Иова учит нас этой истине о сынах Божьих. И как мы говорили, что на небе есть небесный Отец, который хочет иметь общение с сынами Божьими. По книге Иова мы знаем, это вот те небожители, среди которых есть один строптивый отрок, бунтующий. Сатан. На земле есть другой отец, это Иова, который, к сожалению, не всегда мог уделять внимание своим детям. И не такое глубокое общение у него было. Но он только мог ходатайствовать за них, не зная толком, похулили ли они Бога или не похулили Бога. И поэтому небо должно было спуститься на землю. И, по сути дела, вот то, что мы здесь читаем в книге Иова, это есть соприкосновение неба и земли, когда однажды, в какой-то день нужно было что-то добавить к тому, что существовало. И он должен стать прекрасным отцом. И он должен стать прекрасным верующим, который будет знать меру знания и понимание, кто он есть. Когда он осмыслит свою непорочность и когда уже совесть не будет играть с ним злую шутку. Вот некоторые мысли, которые мы с вами рассматривали в прошлый раз. Сегодня мы будем говорить уже с вами не с позиции, не просто восприятия Божьей любви, отцовой любви. Не просто мы будем получать знания, глубокие знания. Мы сегодня будем говорить о мудрости. Мы сегодня будем говорить о том, как эти знания нужно применять на практике. Мы будем говорить с вами вот как раз о тех вещах, которые нам нужны каждый день. Возможно, мы чем-то будем чаще пользоваться, чем-то менее пользоваться. Но я думаю, что то, что мы сегодня будем рассматривать с вами, это тоже первое послание любви. Отец хочет, чтобы мы напитывались этой любовью, напитывались, чтобы мы знали эту любовь, чтобы мы могли ее анализировать и в то же время мы могли ее практиковать в своей жизни, эту любовь. Хорошо, дорогие мои, прежде чем мы с вами пойдем, все-таки я хотел бы опять послушать вас. Что же с вами произошло между вчерашней встречей и сегодняшней встречей? Какие мысли вас посещали? Может быть, какие-то вопросы появились? Конечно, мы имеем в виду вопросы, которые касаются изучения книги Иова. Потому что я вас просил, чтобы вы еще раз перечитали эту книгу, точнее, первую и вторую главу. Те, которые вчера не прочитали, два человека, я думаю, они сегодня уже прочитали. Не так, брат? Прочитал, да? Хорошо, договорились. Тогда с тебя мы не начнем, нет. Я предлагаю добровольцам сейчас сказать то, в чем наполнено сердце. Чтобы они могли сейчас освободиться и у них было место еще для большего заполнения. Потому что если не освободишься, то есть, если вот то, что есть у тебя и что тебя интересует, волнует, ты об этом думаешь, то это может заслужить злую шутку, когда будет занятие. Просто мы будем на своей волне. Пожалуйста. Обычно, когда читаешь книгу Иова, человек, любой человек, когда читает книгу Иова, он применяет ее как-то к себе, по неволе. И лично в моей жизни почти так и было, что я жила очень хорошо в Доме Отца, у меня все было хорошо. Наступили такие времена, когда я узнавала, когда мне дали Библию первый раз, и я читала эту книгу, сама так, по наитию, то эта книга, она меня впечатлила тем, что очень похожа моя судьба. То есть, было все хорошо, все было красиво, все было прилично, да, как в этом обществе, там машина, дом, у родителей там деньги, вдруг родители умирают, дом продается, сестра уезжает в Москву, я там, в семье все рушится, вот. И вот думаешь, как не хочется это проходить. Понимаете, потому что у него же это все потом возместилось, но тех детей уже не вернешь, да? Чего-то уже есть такое необратное уже в этом. Вот есть элемент печали. Ну, надежда есть, что вот восстановится все, но ты, допустим, еще период этот не прошел. Когда же это закончится? Спасибо, спасибо за такой интересный комментарий. Мы как раз вчера обращали внимание на то, что в книге Ио показывается весть будущего, не только тысячелетнего царства, но и вечности. Когда вот как бы соединяются дети с родителями, когда соединяются семьи, когда уже нет этой печали и скорбей. И мы говорили о том, что есть два понимания того в отношении детей. Есть одно понимание, что Господь воскресил этих детей. Есть такое понимание. Есть понимание, что Бог дал подобных детей. И опять же, она ему родила. И они вместе воспитали этих детей, которые было столько же, сколько было до трагедии. С семь сыновей и три дочки. И одна из них была особенно красивая. Как компенсация. Да. Но как бы то ни было, книга Иова, она имеет положительную весть. И когда читаешь книгу Иова, то она тебя настраивает на перспективу. На перспективу. И вот эта перспектива, она дает возможность иметь надежду. А надежда не постыжает. Поэтому многие родители, которые, например, потеряли своих детей или еще что-то было, они живут надеждой. И поэтому их еще стимулирует больше искать Царствие Божие. Еще больше приближаться к Богу, чтобы однажды соприкоснуться со своими детьми лицом к лицу уже в вечности. Пожалуйста. Есть, да? Кто еще хочет что-то сказать? Пожалуйста, вопросы. Да. Мы, конечно, ждем еще и вопросы, не только комментарии. Пожалуйста. У меня вопрос по четвертой, пятой главе. Я всю книгу его не прочитала, но у меня вот такой вопрос. Здесь первая речь Елефала. А, Елефаз. Вы прокомментировали, что к этому человеку действительно пришел нечистый дух и соответствует тому, что здесь написано. Но вот читая дальше, он с такой надеждой говорит о Боге, что все-таки Бог спасает, помогает бедному и так далее. Прокомментируйте, пожалуйста, более обширно. Наверное, вы знаете, что любая религия, она имеет в своем основе не только какие-то религиозные убеждения, какие-то нравственные убеждения. То есть, есть два вида религии. Помните, мы религиозное язычество? Мы говорили, что есть линия, которую исповедовал царь Мелак-Садек. То есть, это вера в Эль-Шадая, Бога, который при избытке дает. Он истинный живый Бог. Он восседает над всеми. Эль, то есть, выше всех. Но в то же время он не просто где-то находится далеко, а он одаривает всех. Он видит всех, и он всех одаривает. Это вот так называемое язычество такого плана, где есть неведомый Бог. Он не отец, к сожалению, но он открыт и его открывает. Но есть другая религия, или, будем говорить, другое направление в язычестве. Это царя Содомского поклонения. Это вот эти вот сатанинские злые вещи, которые, к сожалению, тоже практикуются. И вот, когда миссионер приходит в какую-то местность, где нет еще Евангелия, ни еще не утверждено христианское вероисповедание, он сталкивается, как правило, со смесью, где есть элементы положительного и отрицательного. И его задача найти вот это положительное, что связано именно с Эль-Шадаем, или с Или, или там с Элем, и так далее. Что связано именно с этим неведомым Богом, чтобы на этом почве найти точку соприкосновения и начать благовестие. И если он правильно это сделал, то он даже среди каннибалов может создать новую церковь. Поэтому в то время, в то время, как и сегодня, к сожалению, все переплетено. Переплетено. И иногда злые духи, они говорили, например, вот этой сыны Бога Всевышнего, да, они скажут вам, что нужно спастись. Вы помните, этот дух проницательности был, например, в одной из девушек Филиппах, на которые впоследствии обратил апостол Павел и освободил эту девушку от этого нечистого духа. Поэтому в том-то и коварность злого духа заключается в том, что он иногда использует хорошие вещи. И мы думаем, что это чистой воды истина. Поэтому у нас есть полное понимание, что дерево познания добра и зла это не наш путь. А здесь как раз выражается дерево познания зла. То есть и положительное, и отрицательное. В том-то и проблема язычества, что оно переплетено, то и другое. Я ответил на ваш вопрос? Да, спасибо большое. Пожалуйста, еще один вопрос, и мы будем продолжать. Пожалуйста, пожалуйста. Только давайте на мистику не перейдем. Я знаю. Я перечитываю начало, и там вот, когда происходит встреча сатаны с Господом, как бы Господь сказал сатане, обратил ли ты внимание, но если так можно грубо выразиться, Господь как бы хвастается. Он обращает внимание сатаны на Иова. Как это можно прокомментировать? Почему Бог? То есть это стартовая линия от Бога. Он инициатива. Да. Дело в том, что таким образом здесь было две мысли, как я вижу. Первая мысль заключается в позиции того, что он как отец говорит, смотри, вот у меня там ребенок есть. Не только на небе дети есть, но есть еще и на земле дети. Ты обратил на моего ребенка, нас смущает слово раб мой. Мы потом сегодня, если будет возможность, посмотрим это слово, что оно имеет значение, какое. Поэтому вот там это слово раб мой и окончание йота стоит. Я не буду вас мучать, вот это как раз отражает смысл любви. Мой от меня происходи, происходи, рожденный от меня. Это не моя собственность. Когда Бог говорит в Библии, что это мой народ, мой человек, мой раб, то он имеет в виду первую очередь, что он его любит, потому что он с ним связан одним единым. и вот поэтому Христос и сказал, что ни одна йота не пропадет из закона, как все исполнится. И вот эта йота, которая в конце, которая указывает на слово мой, приписанное к слову, она как раз и отражает смысл любви, что любовь исполнится во всей полноте. и она исполнится, когда произойдет соединение земного и небесного под головой Иисуса Христа. Поэтому, когда мы здесь рассматриваем, что он говорит, посмотри, вот мой ребенок, он хочет порадоваться, он радуется, как отец, который имеет такую многодетную семью и на небе, и на земле. Это одна сторона. Вторая сторона более прозаична и более серьезно может быть глубже с другой стороны мы можем рассмотреть, что на земле не было нормальных людей, что все были уже под влиянием зла. Как сказано, все согрешили и лишены славы Божьей. Но один остался, который не преклонился, который держался правильной линии. И поэтому как бы утверждалась позиция силы и власти Бога, что этот человек, он является носителем на своем уровне власти Бога. Что он не подчинился под общее влияние мира. И действительно, когда мы с вами читаем книгу Иова, мы видим, что он не подчинился под эту власть мира. То, что он себя эмоционально выражает в дискуссиях со своими друзьями, это не значит, что он грешит. Это те эмоции, которые всплывают, во-первых, потому что он человек востока. Во-вторых, ему очень больно. Его прямо изнутри все разрывает. Температура высокая. и в таком положении действительно приходит и раздражительность, и все остальное. Я помню, когда я находился в очень болезненном положении, то любое слово, оно вызывало у меня раздражение. Не потому, что я хотел раздражаться, но просто мой физический организм был так истощен, что не было возможности нормально воспринимать все происходящее. Но у меня же не было ни проказа, у меня не было никаких других вещей. У меня была просто после температуры большая слабость. А здесь весь набор. Помните, мы говорили, что сатана работает уже так, чтобы все сделать как можно больше зла принести. Не по минимуму, а по максимуму он старается. И мы говорили о том, что эпогея всего зла сатаны отразилась во время Голгофы. Когда было разделение между отцом и сынами, когда сын произнес Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил. Отец был рядом. С одной стороны, люди давили, смеялись, а с другой тельцы сказано, согласно Псалма 21, окружили меня и давили. И что же они выдавили? Отче, прости им, ибо они не знают, что творят. А потом совершилось. разве не чудесно? Только потому, что Иисус Христос был не порочен. Поэтому этот человек был не порочен. Другие были порочны. Поэтому это вторая сторона. Сторона того, что на земле тоже утверждалось царство. Пусть в минимальном отношении, но оно утверждалось и должно было распространяться через одного человека. Я ответил на ваш вопрос? Ответил. Хорошо. Хорошо. Еще один вопрос заключительный, и мы с вами пойдем дальше. Вот по поводу друзей. Ведь когда мы читаем вторую главу, мы видим, что это действительно истинные друзья его. Они любили его, и как только узнали о том, что постигла Иова, они со всех концов пришли. И тем не менее в дальнейших главах мы видим, что они постепенно как-то начинают ожесточаться против Иова. Вот это результат давления. То, что было в их сердцах, оно и выдавилось в итоге. Да. Да. Все. Спасибо. Да. Это был результат того, что они находясь рядом друг с другом, проявили свою порочность. Они были настоящими друзьями. Действительно, они были настоящими друзьями. И там слово, оно не говорит товарищ, знакомый, сосед, а именно друг, который приходит в тяжелое время. И друг познается именно тогда, когда тяжело. Все оставят. И мы видели, что его оставили его родственники. Его оставили родственники. Потом уже, когда они поняли, что они неправильно сделали, не пришли реабилитироваться и там дали каждой определенную сумму, как выкуп, как взятку, не знаю, как это по-другому назвать, как откуп за свои неправильные действия. Но объединение не произошло. Это было просто внешнее вежливое действие, не больше. А вот эти люди пришли, но они порочны. И в их разговоре мы видим этот порог. Как мы говорили, у одного был порог, связанный с мистикой. Он пережил особое переживание и весть от духа, которая вот так заполнила, что он все смотрел на все смотрит с этой позиции этого второй, потому что, как мы говорили, он был подобен Дарвин, Чарльзу Дарвину, который посмотрел на окружающий мир и сказал, вот происхождение видов праведников и грешников. Бог благословляет праведников, а грешники погибают. Вот такой сделал вывод, наблюдая окружающий мир, сравнивая как нутуралист и человек, который изучает жизнь других людей, он сделал такое заключение. И это был его порок. Это был его порок, потому что это была та база, на которой он потом строил свое все понимание. Ну, а третьего был порок в том, что он просто очень любил своих родителей. и он перенял предание от родителей, вот эту вот традицию. У него, к сожалению, в этом отношении была неправильная оценка. И родители в нем диктовали условия понимания окружающего мира. К сожалению, это и сегодня происходит, как правило, вот религиозные ценности, философские ценности. Они как раз и построены или на наблюдении за внешним миром. И мы называем это прагмацизм. Такое слово. То есть оно вроде бы практично, оно вроде бы работает, оно хорошее, значит, оно правильное говорят. С другой стороны, вот мы говорим о мистике, люди ищут потусторонних встреч, чтобы что-то узнать, понимать. И наконец, мы говорим о патристики. Патристика это слово означает, что переданное от отцов. И его принимают как истинное утверждение, что оно правильное. Вот эти вот три вещи, иногда они сплетаются вместе, иногда они бывают в разных формах, они создают разные религиозные направления даже в христианстве. И не просто целые церкви этим охвачены, но даже бывает в одной церкви есть люди, которые более мистичны, другие более практичны, есть люди, которые более традициональны и связывают себя с прошлым. Хорошо, друзья мои, я думаю, пришло время нам продолжить. Мы с вами закрепили то, что слышали вчера и третьего дня, а теперь сегодня опять мы рассматриваем первую книгу, но теперь уже более основательной. Перед этим у нас был как бы обзор общей картины всего того, что мы с вами рассматривали. А сейчас мы будем более внимательнее всматриваться в эту часть, первую книгу, но мы не будем ее изучать, мы не будем стихом, стих за стихом рассматривать. Я не хочу этим заниматься, есть комментарии, есть объяснения, и я думаю, что вы можете многое, что прочитать для себя. Для меня важно подчеркнуть в каждой книге ударные слова. Мы уже с вами по сути дела некоторые слова знаю. Мы знаем, что сыны Божьи сыны Элохима, бен Аллахин, мы уже знаем, бен Аллахин, мы знаем, что это слова означают связь с Аллахимом как сынов. То есть это сыновство, взаимоотношение в этом отражается отца сына, сына с отцом, или точнее сыновей между собой и с отцом. Мы с вами это слово уже определили, да, и мы теперь же его знаем. Мы также говорили с вами про особый день, да, Йон, про особый день, когда он наступает, и он наступает сначала на небе, а потом приходит на землю. Мы говорили с вами также о том, что означает слово сатан. Мы говорили, да, что это бунтующий. Мы с вами рассмотрели, что в книге Иова очень много бунтующих. Вообще-то книга о бунтовщиках, только с разными сердцами. Мы говорили с вами, что первый это небесный бунтовщик, сатан, который бунтует против своего отца, хочет доказать, что отец неправ. Потом Иов, который бунтует, но его чистое сердце, непорочное, поэтому он не произносит ничего ужасного и страшного, он не отрекается от Бога, проходя трудное время. По сути дела, бунтует его жена, сказала, похули и умри. Это бунт, бунт против жизни. Потому что очень сильно любит своего, как мы говорили, мужа, но муж понимает, что она любит не той любовью. Дальше в бунт постепенно вовлечены друзья. Когда они видят, что они не могут доказать Иову, что он не прав, они бунтуют, они воюют с ним. И молодой юноша, который слушал Иову, да, он тоже, по сути дела, чуть ли не начал бунт, ему закрыли рот, потому что он еще не до роста подросткового возраста. И мы говорили с вами, что бунт начинается как раз период вот такого вот развития самопознания, когда ты понимаешь, что ты есть, когда проясняется эта личность и на гормональном уровне, и на уровне, когда открываются греховные вот эти источники бездны в человеке. мы также можем сказать, что книга Иова показывает, что одни меняются и растут, а другие остаются такими, какие они есть. И по сути дела, здесь Сатан остается одиноким. Иов вырос, он показал, что он вышел на новый уровень, готов жерходотайствовать за других, он теперь уже как священник, который приносит жертву не только за своих детей, но за своих друзей, он поменялся. Друзья поменялись, они поняли, что им нужно многому учиться, и они тоже проходят путь покаяния и смирения, приходят как нежестоящие к высостоящему, чтобы он принял жертвы. Не они приносят жертвы, им не дается этого права совершить, они разделены с Богом в своем бунте, в своем неправильном исповедании, в своей порочности, жертву. А Ио за них приносит жертву, и он как бы становится выше их. Они остаются еще на уровне подростков, им нужно еще расти, а он как бы духовный юноша, грубо выражаясь, который впоследствии стал духовным отцом. И мы знаем, что он стал духовным отцом, когда у него появились дети и внуки. Этот пришел период. Ну, я думаю, жена тоже поменялась. я думаю, что там был разговор, и возможно, она просила прощения, возможно, это происходило эмоционально, может быть, это было на уровне взглядов, я не знаю, но если у Ио опять родились дети, если они родились, то это говорит о том, что взаимоотношения между Ио и его женой восстановились. Поэтому книга Ио она имеет перспективу. Перспективу того, что все идет к лучшему, но одиноко остается только один. Тот, который не захотел смириться и тот, который не захотел принять отцовую любовь. Перед вами общая структура всей книги. Я думаю, вы уже ее помните. И красным цветом я выделил ту часть, которая касается первой части, но вы обратили внимание, я еще не выделил то, что касается трех друзей. Я не выделил трех друзей. Потому что мы об этом не будем сейчас рассматривать. не будем рассматривать этих трех друзей. Нас волнует некоторые слова, которые как раз записаны вот в той части, где мы выделили красным цветом. слова. Пожалуйста, давайте следующий кадр. И если мы сейчас с вами должны найти очень важные ключевые слова из первой книги, то есть первой части, первая и вторая глава, то мы должны с вами вспомнить закон первого упоминания слова или какой-то мысли. и как мы говорили с вами, если Писание упоминает о чем-то первый раз, это имеет уникальное значение. Это касается, например, всего происхождения Ветхого Завета. Мы говорили, что есть два происхождения Ветхого Завета. Оно как бы с одной стороны книга Иова, которая является законченным источником одного откровения, и в то же время мы знаем, что есть другой источник откровения, который более широкий. Это пятикнижие Моисея, среди которых выделяется книга Второзакония. И слова книги Второзакония, они являются кирпичиками для построения и понимания всего Ветхого Завета, то есть Танаха. И более того, даже в Новом Завете мы можем использовать этот принцип. Когда мы изучаем Евангелие. Поэтому нам очень важно посмотреть, какие же слова вот в этом источнике они очень важны и цельны. Потом мы, конечно, могли бы сделать с вами анализ и посмотреть в книге Тарзакония. Есть ли такие подобные слова. И я хочу сказать, что когда переписывалась книга Ио, есть такое предположение, что ее переписывали уже на язык того времени, и арамейский язык, или иврит, как там было, сейчас неизвестно, при Соломоне, то эти слова, они учитывались, они учитывались. То есть, они были торжественные, я думаю. Поэтому очень легко эти части были перевести. А вот те части, которые касаются дискуссии, помните, мы говорили, там есть такие слова, которые, ну, в Тарзаконе их нету. И во всем Ветхом Завете они не встречаются. И поэтому их переводили по-разному. А иногда их просто не переводили. Просто делали пропуск. Поэтому нам нужно посмотреть, что это за слова, которые объединяют нас в книге Ио и книге Тарзакония. Пожалуйста. Теперь мы вспомним еще это утверждение, что это дает нам в основании, если это слово имеет свое первое значение, всегда иметь его в виду, когда мы его изучаем. Другими словами, нам нужно найти сначала ядро или костяк назовем. Вот этот костяк, он всегда будет в этом слове. А потом он будет в течение времени что делать? Разрастаться, да, то есть по мере развития культурных ценностей, исторических ситуаций это слово разрастается, разрастается и разрастается. И бывает в истории, что вот это внешнее, оно приобретает более эффективное значение в том обществе, нежели то ядро. О нем забывают. Есть такая наука, этимология. то есть она говорит о происхождении слов. И мы должны с вами понимать, что слово имеет свое ядро, свой смысл, первичный смысл, и всегда о нем нужно иметь в виду в первую очередь, а потом уже все остальное в зависимости культуры и времени, когда это слово произносилось. Бог никогда не менял смысл слов. Он позволял их дополнять. Поэтому то же самое слово, которое мы будем сейчас рассматривать в книге Иоанна из книги Таразакония, но и в других книгах, и оно имеет это смысл везде. Но оно имеет и дополнительный смысл, и мы потом некоторые моменты будем рассматривать некоторые обозначения этих слов. Итак, мы будем рассматривать с вами после небольшого перерыва непорочность Иова. Мы будем рассматривать слово, которое означает непорочность. И если у вас есть желание, вы можете прочитать на иврите слово, которое выделяется в нашем тексте, и вы видите тот перевод, который я сделал, выделяется слово непорочен. Там. Слово там. Очень простое слово, но очень глубокое и очень важное. Слово там. Я думаю, вас уже заинтриговал, поэтому сейчас давайте мы сделаем перерыв, чтобы уже потом мы могли с вами более внимательно изучить смысл этого слова, увидеть его как бы ценность, глубину и основу. Основу.